Решка довода, с вами Станцен. Сегодня поговорим, стоит ли проходить ТО номер 2. Сколько она стоит? Перед нами пресс-курант цен на ТО, который проходила Skoda Octavia i7 1.4 в башкирии на прошлой неделе. Я на вахте, но люди проходят ТО. ТО номер 2. Чем отличается ТО номер 2 сейчас от ТО номер 2 раньше? Раньше на ТО номер 2 не надо было менять свечи. Видите, замена свечей. Long Life. Свечи, кстати, бошевские. Раньше реглан был заменой 60 тысяч километров, но, как они заявляют, я когда последний раз проходил, что не помню, получается, у меня машине было два года. Получается, в 2017 году был последний год, когда можно было еще не менять свечи на втором ТО. Я как раз проходил ТО тоже в этой же фирме, в Эфимовской. И там они свечи не меняли. Почему они стали менять свечи, я вам сейчас легко расскажу. После второго ТО многие владельцы уходят от дилера, потому что на Octavia гарантия всего два года. И они не видят смысла в дальнейшем прохождении ТО у дилера. Ну, тем более, у нас с горли далеко, от нас надо ехать 200 км до Уфы. И дилеры... Дилеры... Ну, это вообще по всей стране так началось. И дилеры начали терять деньги. И они написали, как сказать, согласовали, а можно, сами решили, что нужно поменять регламент замены свечей с 60 тысяч на 30, чтобы больше снимать денег. Для чего это было сделано? Потому что, видите, цена замены свечей только свечи стоит 5 тысяч, норма часа по замене свечей 700 рублей. Кстати, норма часа работает, как видите, 1990 рублей. Нехило, да? В час работает 1999 рублей. На этот момент я написал официальный запрос в Skoda Russia о том, что я попросил Skoda разобраться с самоуправством дилеров, что они сами меняют нормативы, что они переливают масло и то и все. Ну, что мне официальный Skoda ответил? У меня есть письмо о том, что они не могут указывать дилерам, что и как делать. Это обособленное предприятие. А дилер всегда ссылается при отказе вам в гарантии или вот когда они меняют сами регламенты, ссылается на Skoda. Странная ситуация. Ладно, давайте разберемся так, что они тут они меняли? Цены. Норматив, норма часа очень дорогой. 1990 рублей. 4300 стоило человеку их работа. Что меняли? Масляный фильтр 782 рубля. Фильтр салонный бумажный 1255 рублей. А, 65 рублей. Ладно. Плодительное кольцо 184 рубля. Пробка резьбовая 244 рубля. Присадка 817 рублей. Это топливная присадка на каждом ТО. ее выдают. Надо видеть в баг, как правильно применять ее на рассказе на канале. У нас Skoda Octavia лишена топливного фильтра. Моторное масло Shell Helis Ultra 0V30 502 рубля, сколько положено. 4,3 литра. Вот есть вот такой момент, товарищи. Раньше эта фирма лила здесь 4,5 литра. Я даже про это ролик снимал. Они меня перелили. Потому что 4,5 литра надо лить в пустой двигатель с завода. А тем более, когда еще неправильно там масло все высосали, то это был полный перелив. Ну, 4,3 тоже. Это по метку должно быть. Ну, цена более-менее. Литр 660. Общая 2,800. Дальше. Меняем воздушный фильтр. Рубины. 1632 рубля. Не так дешево. Свечи. Каждая свечка по 1318 рублей. Свечи бошевские. Артикуль видим. Написано Long Life. Ну, если Long Life, то почему мы меняем на 30 тысяч пробега? Где тут написано? 30 тысяч пробега. 30 тысяч пробега. Непсилонный сервис. Long Life это 60 тысяч. Они говорят, что у нас бензин плохой. Ну, с бензином мы еще разберемся. А теперь я расскажу вам, сколько будет стоить ТО, если вы будете делать его сами. А его делать легко самому сами. Самому сделать легко. Потому что вы смотрите канал Астасен. И там все рассказано. Уже все показано тысячи раз. Все как правильно делать. И вот я вам расскажу правильные цены, которые на данный момент. Фильтр масляный. Я себе покупал вообще за 100 рублей, потому что у меня была скидка. Представляешь, что этот фильтр стоит в том месте, где я покупаю 558 рублей. Здесь 800. Дальше. Фильтр салонный. Я купил фильтр за 800. Вернее, сейчас он стоит 846 рублей. Но я покупал вообще за 700. На канале все показано. Все проверено. Есть артикуль, наклеечки. Ваговские. Все проверено. Так. Кольцо употребительное. Это колечко стоит вообще 50 рублей. Стоит вроде. Можно даже найти за 25 рублей. Ну, там такое, вшеленькое будет. Его менять обязательно. Пробка резьбовая вообще не меняется. Нет, не на 244 рублей. Просто так берут. Потому что в данном, как сказать, участке слива масла портится только в платительное кольцо. Пробка там, грубо говоря, если вы ее не перетягиваете, на всю жизнь уходит. Дальше. Присадка. Ну, ладно. Присадка, да, это в размочи такая цена. Потому что я брал за 600 с копейками. Это когда последний раз. Едет цены на интернете за 1000 рублей. Ну, 817 рублей нормальная цена. Далее. Масло. Масло у них дешевое. Да, они мне тогда лили. Shell Helix Ultra. Ну, насколько я помню, раньше у меня было 504 допуска. Сейчас 502. Ну, надо посмотреть, точно не помню. Ну, цена масла нормально, да. 2800 за 4,3 литра. Когда вот я себе сейчас заливаю 0,40 за 2,619 она сейчас стоит. Ну, я брал себе за 2,100, насколько я помню, или 2,200 на том сайте. Ну, плюс она вообще покупает доливочку, литр. Это 800 рублей она сейчас стоит. Я покупал за 600. Дальше. Фильтр воздушный для турбины менять надо каждый год обязательно. Сейчас он стоит 839 рублей. Все оригинальное. Я беру манновские фильтры. Без всяких там этих обманов по менеджменту. Мне такая же вот, потому что эта турбина, она любит свежий воздух. Свечки в интернете, эти свечки стоят, ну, на непроверных ресурсах 890 рублей. Ну, так более-менее, нормальная цена 1100. И в итоге, тут человеку расходники стоят 13034. Самые покупные расходники будут стоят 10929 рублей. Разница 2105 рублей. Кто скажет, ерунда? Ну, понимаете, 2000, по мне, так не ерунда. Потом дальше мы считаем, что если они не делают скидки, то всегда требуйте скидки с офт-дилером. То плюс 4030 за работу, понимаете? Разница уже получается большая. Уже 6400 получается разница. Потом надо посчитать, что вы тратили же бензин, чтобы доехать до этого офт-дилера. Примерное состояние до офт-дилера и обратно 460 километров. По бензину с расходом. Если я брал свой расход, 6,5 литров у меня будет смешан. Даже меньше будет реальности, там, есть на канале. Но я брал на сотом бензине. Тут цена 95-го бензина по 46 рублей. 3255 рублей. И плюс там нужно еще покушать. Пахал 500 рублей. Плюс здесь 6000. Мы просто так тратим почти 10 тысяч рублей. За то, чтобы просто съездить и продлить свою гарантию. Но я понимаю таких людей, которые не уходят от офт-дилера и идут на треть от его офт-дилера. Типа они потом обещают куланс. Куланс это, как бы сказать, продление гарантии от дилера. Самая Шкода уже вам ее не продлевает, а от дилера продлевается. Но такой нюанс. Я тоже хотел себе продлить гарантию. У меня, вот я с этим, к слову, уже как бы общался. В свое время у нас были более-менее отношения. Мне даже разрешали снимать ролики у них. Там это все на канале есть. Мне даже на лицо знают. Но потом получилось так, что у меня были проблемы с приборной панелью. По ошибкам ничего не показывало. И они мне отказали в гарантии. Хотя у меня была гарантия полноценная. Еще 2 года еще не прошло. А когда я разговаривал с менеджером по гарантии, он мне в частном сайте сообщил, что куланс это делает сугубо индивидуально. И то, что ты проходишь у них, это дополнительное ТО. Еще не факт, что тебе все поменяют. Вот такая ерунда. И я посчитал, что я больше к ним ездить не хочу. Тем более, когда мне перелили масло. Ну, как видите, 4-3 литра. Работают над ошибками. Уже меньше. Хотя по документам вообще 4 литра. Но если 4 литра зальете, у вас будет только половина уровня. 4-3 под максимуму литра. Ну, это нормально. Максимум можно лить. Тогда же положено так. В такой момент, получается, можно все делать самому. Да даже нужно. Ну, если вам все это лень делать, и у вас есть лишние 10 тысяч, или хотя бы минимум вам не жалко 2 тысячи. Ну, хотя да, чтобы сплести саму ТО, надо яму, гараж, надо уметь познание. Например, ну, вы что думаете? Вам свечи закручили по моменту? Ну, эти закручили, хорошо. А если нет, ну... По крайней мере, когда я в них ТО проходил 2 года, там закручили просто от руки. Когда первый раз был, когда я уже с камерой стоял, закручивали момент. Свечи по моменту. И пробку закручивали, и фильтр по моменту закручивали. Такой нюанс. Вот тут фильтр стоит, видите, Ашка аббревиатура. На заводе вообще стоит, насколько я помню, Б аббревиатура. Ашка – это нормально, это правильные фильтра, они улучшены фильтрацией, там стоит волочный фильтрующий элемент. Он армирован даже там. Раньше было проволокой, сейчас просто сеткой. Это Long Life фильтра. Они качественные. На заводе стоит черный-белый, там просто ткань, ой, ткань, там бумага просто обычный, манновский фильтр на бумаге. Эти фильтра правильные. Свечки. Ну что, по свечам, человек мне прислал фотографии своих свечей, потом поговорим, посмотрим на них. Стоит ли вообще менять свечи на пробеге в 30 тысяч километров? В каком состоянии? Все вам покажу, все расскажу. А так, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и решайте сами, что лучше. Самому экономить 10 тысяч рублей, минимум 2 тысячи. Или пускай он делают пенсионалисты, но, понимаете, в такой момент, и вот когда я к ним второй раз приехал, поскольку они масло перелили, там такой у нас был. Ну, меня там узнали ребята, походят, кто пошел здороваться со мной, а вот тот слесарь, который мне масло перелил, он не подошел здороваться, он прошел мимо, наверное, получил ремня. Ну, понимаешь, человек, я, если вот помнишь, если ты меня сейчас смотришь, до сих пор что, я тебе говорил, не лей всю канистру, у меня бутылочка была такая чистая, пол-литра, я говорил тебе, отлей бутылочку, я сам долью до уровня нужного. Ты сказал, нет, я сам долью. Ну, вот видишь, не надо было доливать до конца, я аж тебе говорю, что перележу. И когда я приехал, у меня не второй раз, потому что у меня был еще гарантийный случай по лючку бака, он банально заелся, ломался, закрылся внутри, потом еле открыли его. Ну, там без проблем, главное, чтобы была ошибка. Если они видят ошибку, то они без проблем все меняют. и получается так, что когда все ладно, там совсем поздоровались, там пообнимались, поговорили, мне принесли новый исполнительный механизм лючка бака, он так называется, от Ауди, и там парнишка был новенький, и он взял этот коробочку, подходит к моей машине, я стою рядом, смотрю на него, открывает багажник, я говорю, а что ты собрался делать? И он лезет только в правую часть, где стоит лючок бака. Он говорит, сейчас обшивку будете снимать. Я говорю, специалист, это не А5, это А7, мая лючок, открываешь у бензобака, и с наружной стороны меняешь исполнительный механизм. Не надо снимать обшивку, понимаете? Бывают такие моменты, бывают специалисты, бывают просто новенькие. Так что будьте внимательны, аккуратны, смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал, и участвуйте в нашем проекте наш Skoda A8, потому что он поможет нам быстрее заполучить Skoda A8 в свою эксплуатацию, и правильно ее оценить. Для вас, участие в нашем проекте, ну просто благодарность за то, что вы сэкономили 10 тысяч, можно и 100 рублей кинуть на счет. Лайк, подписка, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok